Всем привет! Сегодня 10 ноября, время уже 2 часа дня, Виктория у меня на экскурсии с классом, сыночек спит, и я отправляюсь на выставку в школу, называется Дом мечты. В общем, много детских садиков или групп, не знаю, классов участвовали в этом проекте и со своими руками создавали Дома мечты. Сейчас я хочу сходить на выставку, посмотреть, заснять и вам показать, как вообще возможно сделать свой Дом мечты. У кого какая фантазия, очень интересно на самом деле, когда сами руками делают, воплощают работы, короче, своими руками, в общем говоря. В общем, я пошла, я уже собралась, осталось одеть куртку и добежать до школы, а потом я подошла в магазин, и надо готовить кушать. Сходила я на выставку и ничего я там не увидела, потому что выставка, оказывается, уже закрыта. Оказывается, с 10 до 12 все мероприятие было, а время уже 2 часа дня. А про время нам вообще никто не сказал, я думала, вообще все выходные можно будет ходить. В общем, я побежала в магазин. Я вернулась домой, сходила в магазин. Сегодня тот день, когда меня прут на кулинарные моменты готовить, когда хочется. Что сегодня? Сегодня, кстати, день полиции, как правильно, так и есть. Раньше в Алконе милиции. Кстати, я поздравляю всех, кто действующий, сотрудник, кто бывший, может, кто будущий. У меня папа всю жизнь работал в этой сфере. Поэтому мы прямым текстом относимся к этой сфере. И что, и что, к чему я? Потому что к случаю решила приготовить, решили с мамой. Я пришила, маму поддержала. Приготовить оливье, гуляш у нас будет сегодня, пюречка, пиццу. Потом рулетики хочу с сыром, с крабами, с палочками, с украми, туда добавить немножко. Все, что ли, да? Вроде бы больше не начало. Вот, тут не чуть... Ну как? Ну что, посидим так. Почти сымаряюсь. То есть, это не грандиозный праздник. Как бы, не как новый. Что у вас в принципе все праздники одинаковые? Да, мам? Да. Мы готовим стол еды и сидим. Любуемся. На следующий день все отпадает. Так что, такие дела. Ек сейчас вам должна вернуться с экскурсии. Мамюшка все еще спит, он вдруг на работе. Так что, будем готовить. Поставила тесто на пиццу. Мы делаем из дрожжевого теста пиццу. Вот, на гуляш нам навязала. Там овощи не варятся. Так что, такие делища. Будем готовить. Первая пицца готова. Мы не добавляли никаких огурцов, ни масли, ни оливков, ни грибов, ничего. Чисто колбаса, сыр, помидор. И здесь. Ой, светик. Ой, светик весь отключен. Ну что, мы дождались папу с работы. Садимся ужинать. Вот, в принципе. А мы все, что у вас, ничего не готовы. А иди. Пороны вам все. Еще. И Ивашкин просит кушать. Ой, пить. Ну что, давайте кушать. Я сегодня не такой, как вчера. Я голодный, но веселый и злой. Мне-то нечего сегодня терять. Потеряет нынче кто-то другой. В песнях ветра мысли очень просты. Кроме неба нету правды другой. Правды другой. Бремя. О, ночный бред терзает сердцу. Не нагряй, он испирай. Я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство вечная печаль. Я состраданием за любовь готов принять. Нет, горбун отвержен и с проклятием на червель. Я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Рай, обещаю прай, тань, объятья. Дай мне надежду, полное проклятие. Знаю, приходят мыслим не сладко, слепая власть, безумец, прежде я не знал, что значит страсть. Раскутной девкой словно весом отрежи, жиданка дерзкая, боюсь, купила жизнь, жаль, судьбы нас режь. Всем привет! Сегодня у нас 12 ноября, я сегодня работаю, и что я вам хочу рассказать. В итоге у нас у ребенка подтвердилась ветрянка, сегодня вызвали врача, вот, и врач посмотрела и подтвердила, сказала, что да, ветрянка. Поэтому неделю мы с температурами были, вот, сейчас тело покрывается прыщиками, короче. Что еще нового? У нас появились новые домашние животные. Сейчас я вам покажу. Сижу я такая на работе, и приходят ко мне сотрудницы с предложением. Развелось много улиток, предложили по привлекательной цене приобрести себе маленьких, так называемых, улиточек. Я не знаю, у меня никогда их не было, я никогда к ним не испытывала какой-то симпатии, но решила все-таки попробовать человеку помочь и улиткам, ну, улиток посмотреть, так сказать, новый дом дать. Ну, понравится, не будет замороченный уход, то оставим. Будут как-то, не знаю, будет некомфортно за ними ухаживать, или будут неинтересны там детям, в принципе, только из-за детей все делается, то, ну, отдам кому-нибудь на Юле. Я думаю, найдутся свои хозяева. Мои еще дома никто не знают, что я опять что-то придумала. Опять Катя что-то интересное придумала. А, это охотинские улитки, по-моему, так они называются. В руки еще не брала, я не знаю, пока не могу совладать. Взяла три штуки, не знаю зачем, почему три, но взяла три. Короче, мои будут, наверное, в шоке. Вот такая вот. Ну, интересно, знаете, смотреть на них так интересно, как они кушают, передвигаются, необычно вообще. Вот. Попробуем посодержать улиток. Кстати, если кто-то сталкивался с данным видом домашних животных, напишите, пожалуйста, вообще, как ухаживать, чем кормить. Я еще в интернете ничего не читала, так мне дали он с дарами. Насколько чего хватит. Непонятненько. Андрей забрал меня с работы. И мы сейчас в Люберцах приехали забрать знакомый подарок, часть подарка для Андрея, папы. У него день рождения сегодня на день. Вот. Я просила сделать кое-чего. А сегодня показывать не буду. Покажу вам, наверное, когда уже поздравлять поедем. Ну, либо Андрей поедет сам. Вот. Сейчас ждем, когда отошла на почту. Так что сидим, ждем. Сейчас вам покажу. Правда плохо видно? А, нет, здесь вообще ничего не видно. Вот эта баночка у меня с этими пузяшами. Улитками с этими. Ой, я даю дома, скажут, совсем с ума сошла. Ой, я даю дома. Молодец. Еще, еще. У нас вечернее чаепитие. Да, вечернее. Иванушка пошел спать, а Вика пошла купаться. А улитки переехали в квартирку побольше. В ипотеку взяли. Что-то как-то, не знаю, не увидела его детей. Эмоции, восторга. Младший вообще испугался. Вика, фууу. Я теперь думаю, что мне теперь с ними делать. Ну, не знаю, посмотрим. Если оно так и будет, то у меня они тоже как бы особо нет. Я думала, им будет по приколу. Но они что-то как-то обратно среагировали. Ну, если что, тогда отдам кому-нибудь. Может, лапа будет? Может, твоим? К попугаям. Держит в клетку. В общем, так вот. Будем мы пить чай и готовиться ко сну. Я очень-очень хочу спать. Так как прошлой ночью я поспела всего два часа, не знаю, сколько минут. Потому что Иван весь чесался. Вот эти вот пятнышки не давали ему покоя. А я еще не знала, мазать, не мазать, давать, не давать. Фигу, значит, дашь и скажешь, врач там, допустим, против, скажет. А зачем вы давали? Вам никто не рекомендовал. Как у нас обычно бывает. Да? Одну лидж, другу околидж. Так что такие дела у нас. Будем укладывать спать. Так что всем пока, до новых встреч.